всем привет категорически приветствую всех на лаборатории культуры а с вами ведущая гульнара гарипова и художница ирина черных здравствуйте я наверно очень мало сказала обозначить а просто художницы член союза акуллеристов россии как правильно долго долго формулировка твоих всех она да не знаю как хочешь нет меня вполне устроит просто художник окей ладно рассказываю историю почему ирина сегодня у нас вот в таком чудесном качестве у нас на записи потому что некоторое время назад ирина приходила к нам на программу весной и мы говорили о выставке о специфике работы именно акуллеристов и ирина вдруг неожиданно предложила потом написать мой портрет о класс здорово отлично а несколько недель назад мы встретились ирина начала описать мой портрет это казалось очень очень необычный опыт это было безумно интересно у меня сразу куча параллелей каких-то с перформансом с театральным действием и было ужасно интересно слушать то что рассказывает ирина как она работает вот я подумала что вот такой формат можно вполне сделать и у нас на программе то есть это получается в какой-то степени формат перфо лекции или перфо интервью вот перфо лекции это когда лектор рассказывает что-то да и тут же а то о чем он говорит а смысловая составляющая переходит в действие в перформанс или наоборот а у нас получается ну тоже немножечко такая же история и нас еще немножечко связано с наверно с интервью реализованием потому что ты же не лекцию читаешь да не мастер-класс проводишь как как рисовать главное чтобы восприняли это не как мастер-класс не показать на выступление в этом нет ни в коем случае вот этого как раз хочется избежать потому что мне кажется мы никого учить точно не собираемся и просто есть определенная процессуальность а которая вызывает у меня очень много например вопросов и я хочу тебя об этом расспросить понятно что это немножко другая ситуация по сравнению с с работой в студии да где выстроено все так как тебе удобно все под рукой и нет вот этого ощущения что идет запись и все равно это какая-то немножко еще одна дополнительная рамка но мы это учитываем это понимаем и немножечко все равно делаем какую-то на ну какую-то поправку на вот эту ситуацию вот но я тебе сейчас буду про много про много много чего расспрашивать но сейчас а первый такой вопрос что ты там делаешь я не вижу потому что скажи хорошо что ты не видишь это немножко успокаивает вот я просто разминаюсь делаю набросочек чтобы потом перейти на более качественную бумагу и чуть больше формат уже посерьезнее нарисовать это как ну для танцоров разминка перед ага просто перед даже началом занятия или для радиоведущих скороговорку такую чтобы чтобы размять речевой аппарат а удобно одновременно писать и одновременно говорить или это все таки такие рав разные процессы и на автомате рисовать не получается то есть когда ты говоришь ты погружаешься в какое-то свое речевое высказывание или это все таки совместимые вещи или ты еще не пробовал пробуем ладно хорошо если тебе нужно будет сосредоточиться на рисовании ты мне как-нибудь скажи об этом намекни и тогда я начну чего-нибудь болтать давай тебе возможность порисовать но вот сейчас ты делаешь набросок мне ужасно любопытно расспросить про вот эти вот разные слои работы художника начиная от материального мира то есть есть какие-то конкретные краски кисти мольберта бумага вот про бумагу эти вещи тоже расспрашиваю отдельно да есть какая-то из какой-то твой инструментарий есть техника безусловно разные техники и есть какая-то внутренняя работа как ну как мне кажется как я это представляю работа художника да совсем не обязательно это так это поправь мне если это не так вот есть какое-то итоговое произведение да ну то художественное высказывание которое в итоге получается там произведение искусства которое не как никогда не равно сумме там всех его составляющих это какая-то отдельная уже отдельная субстанция отдельная область отдельный какой-то мир вот поэтому тебя буду расспрашивать вот от самых каких-то таких начальных моментов материальных что сейчас тебя в руках как называются эти краски и как называется техника и кисточки и вот это вот все все что ты сейчас репетируешь давай на театральном языке спрошу хорошо я сейчас на обычной бумаге для рисования рисую черной тушью и акварельной кистью которая из имитации белки а почему имитации тут несколько позиций имитации белки мне кажется более качественно интересная в работе чем просто белка хотя это наверно во вторых а в первых в первых как правильно во первых во первых это там экологично не пострадала ни одно животное это важно согласна здорово то есть их сейчас специально производят да такая какая-то технология которые я очень рада что случилась эта замена и во всех отношениях порадовала то есть это какие-то искусственные волокна до которые имитируют натуральное да и я практически во всем перешла на именно синтетику но такую качественную которая не не уступает ранешнему колонку белки вот то есть производители не буду говорить мы не рекламируем слушай тогда получается что то есть сам процесс художественного высказывания да он еще частично получается экологичным тире политическим высказыванием да потому что отказываясь и выбирая какие-то даже на уровне средств на уровне каких-то вот материальных объектов это уже ну какое-то осознанное определенная выбранная позиция получается вот да да а про краски расскажи чем мы сегодня я предполагаю что так как сегодня цвет активно присутствует я зелененькая сегодня да вот я предполагаю акварелью по описать на бумажке акварельной краски у меня корейские они тоже специфические немножко они не содержат животной желчи поэтому я пользуюсь ими перешла на них тоже что обычной краской да да акварель содержит оказывается это вот все в чем мы в детстве рисовали в детском саду моливали это все да мне тоже это повергло в ужас потому что я узнал об этом буквально недавно то есть как-то не интересовалась вообще этим вопросом с чего все стоит и вот так вот возникло что оказалось узнала я эту историю и и прямо запрашивала производителей используют ли они желчь в своих красках потому что я вегетарианка с огромным стажем больше половины жизни поэтому мне это важно и многие производители даже не хотели отвечать говорили что это их тайна производственная вот но я говорю если это ваша производственная тайна и вы не можете сказать значит все таки там у вас что-то есть такое потому что по идее вот но в общем так случилось что я сделала свой выбор и вот нашла я очень переживала что я не смогу найти альтернативу что я не привыкну к другим краскам что они какие-то другие что это там всю жизнь писал наши привычные акварелью там невская палитра или что-то да и тут хоба что-то другое нужно искать что-то будет дороже нет все сложилось идеально вот поэтому хорошо вот я сейчас не вижу что ты делаешь да но я могу наблюдать за руками то есть мне когда вот в первый раз ты еще писала мой портрет студии мне поскольку тоже не видно было что на холсте интересно было смотреть за руками на это правда какая-то там хореография то есть ты наверняка уже не обращаешь внимание но тоже какая-то какой-то момент постановки руки как музыкантов наверняка есть да то есть это такое что-то очень профессиональное что-то волшебное да тоже мне кажется какой-то точки зрения как ты относишься к своим рукам как инструменту как продолжению мысли скорее всего так я там даже не задумывалась но вот когда сейчас ты сказала об этом наверно такое то средство выражения что кисть продолжение руки получается поэтому я всегда даже своим ученикам говорю вас есть должно танцевать иначе будет все не так как хочется нужно реально пластику руки развивать чтобы линия была легкой но это же не сразу приходит дальше наверно прямо нужно какой-то какие-то годы работы с этим здорово что там происходит мне интересно а с чего начинается работа с портретом то есть понятно что наверное для тех кто имеет какое-то художественное образование там хотя бы даже ходил в художественную школу наверно знает что наверное есть какие-то там оси симметрии какие-то пропорции там какие-то ну такие вот базовые вещи о которых я вот не знаю потому что художественной школе не училась и никогда не соприкасалась вообще в принципе с единственное что нарисовала меня однажды на знакомый художник прям вот каким-то азам азам учил и я по моему стакан а или чашку кофейную чашку а изобразила и было ужасно там любопытно какие-то там эти тени получени там все что-то что должно быть светлее какие-то блики вот какие-то очень любопытные такие моменты ты за всем этим следишь или это уже настолько на автомате на подкорке где-то давно на процессе начального обучения осталось что сейчас не обращаешь на это внимание и уже какие-то другие вещи выходят сейчас я конечно держу это основу в голове но она реально уже на интуитивном уровне то есть ты уже ищешь другие способы выражения а какие ну вот именно легкость линии естественность чтобы линия в нужном месте могла перейти в пятно не знаю это очень интересно мне интересно это специфика именно акварельной до техники нет мне в этом скорее всего помогла любовь китайской живописи они же работают тушьем преимущественно конечно использую этот цвет вот но вот именно черно-белая у нас графика у них живопись ну это было для меня таким большим открытием я очень долго стремилась к этому чтобы познать как это вообще происходит как это делается вот и меня немножко получилось состыковаться и с преподавателями в этой области и самой позаниматься уже зная какие-то основы как это все происходит на самом деле это вот больше даже ну реально танец потому что там во первых это невозможно почти рисовать сидя давайте то это амплитуда движения руки тоже имеет значение вот если вот так вот делаю да мне маленькая что-то там малюсенькая если так уже побольше а я могу вот и поэтому для меня тушь все очень пластичный материал и как-то с ним подружилась еще с учебных времен и потому что мне кажется самая выразительная линия может конечно же нет это мое личное такое восприятие так это интересно вот и знаю что в китайской живописи то есть она реально взаимосвязана там с дыхательными практиками то есть движение рукой чтобы оно было исключительно точным делается на выдохе да ладно класс и ты так делаешь но я практиковалась да и понимаю что это помогает в тут в чем еще такой момент что да это же все делается но как с точностью снайпера должно происходить потому что это делается без карандашного рисунка без предварительного он тебе в голове и если ты промахнулся да а потом чем там подрисовываешь все живость линии сразу же уходит поэтому тут нужно такая сосредоточенность чтобы хоба и она стала на нужное место в нужное время да сначала нужно придумать в голове то что ты хочешь изобразить да получается или иметь натуру перед глазами да но все равно тут главное и не перебрать и какие-то его время остановиться но натура же все время двигается я живу тоже постоянно перемещаясь я стараюсь ловить момент может мне нужно как-то более статично нет нормально пока ты сказала что у китайцев даже живопись а у нас графика в чем в чем в чем разница это именно в видении да или это все-таки какая-то какие-то другие тут отличия имеется почему у них живопись да то есть они рисуют тушью на бумаге мы рисуем тушью на бумаге у нас графика у них живопись потому что именно от живого движения а вот то есть если изучить их технику как это делается да то тогда понятно почему это живопись потому что меня тоже конфликт такой возникал как так это же графика европейском понимании да вот а там живопись в общем когда этим увлеклась по серьезному казалось что ну да живопись если согласна а это как-то влияет но вот не только на скажем на тебя как на художницу в принципе но как как это объяснить а ну вот к примеру да мой друг композитор недавно пытаясь определить современные современную академическую музыку сказал что в принципе для него это определенная форма жизни да то есть это какой-то особый мир виденье язык и какое-то существование в нем которое и является какой-то самодостаточной отдельным отдельной формой жизни да вот такой взгляд такое изменение себя ну и процесса работы он влияет только вот в рамках когда-то художница или это в принципе распространяется где-то куда-то дальше больше как форма жизни не становится я как будто тебя в тупик ставлю своими дурацкими вопросами не хочешь не отвечай правда если не вызывает никак не откликается я думаю что это для всех по-разному происходит для кого-то главное просто создать красивую картинку и и и все и этим все по идее заканчивается у кого-то другие но тебя точно по моему никогда не было желание создать просто красивую картинку не показалось но ну да но думаю что визуально это не заметно потому что в принципе если глянуть на мое последнее творчество да у меня там преимущественно какие-то цветочки да вот все такое да то есть не несущие особой мысли какие-то рисунки живописи но даже в них мне иногда хочется выразиться например там за счет цвета мы уже говорили на эту тему как у меня просто удивило как ты сказала что эти цветочки не несущие особо смысла как так все равно мне кажется чтобы ты не делал да как бы ты не проявлял себя да мне кажется все равно тут не может быть бессмысленным бессмысленного какого-то копирования реальности нет или бывает и такое я нет я стараюсь не подходить таким образом ты уже что закончил один да покажи я так оставлю я в другое лучше начну покажи ухты можно можно еще сырое здорово я попробую разные способы еще парочку может мне уже это очень нравится покажу ты-дэн классно насколько имеет значение или не имеет или вообще это не рассматривается это вопрос какой-то из обывательского мира портретное сходство для тебя вообще не важно я поняла намек у меня не это не намек нет 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 вот здесь то как раз наоборот получилось здесь как раз такая если я пишу портрет конкретного человека он меня чем-то заинтересовал то мне конечно хотелось бы чтобы было портретное сходство но в идеале наверное тут главное схватить образ то есть вот то что я как я это увидела чтобы передать именно это главное то есть это не портрет на заказ когда должно быть фотографическая там копия нет ни в коем случае не это вот мне так как раз тоже примерно такое же и было представление что если мне нужна копия или какое-то там отражение есть фотография да вот зачем работа художника чтобы все было идеально повторялось то что ты обычно видишь в принципе в зеркале хотят с фотографией это конечно тоже спорный вопрос работа художника она тоже настолько может быть индивидуальной и пропитана его каким-то мировоззрением и желанием высоком высказываться да что тут что-то мы зря наехали на фотографию в этом плане мне-то как раз было знаешь ужасно интересно когда вот ты первый портрет мой делала а когда я увидела его то есть вот это вот ощущение немножечко жутковатое и она была действительно вот я потом подумала она была связана как раз с портрет на сходство наличие или отсутствие вот этого прямо до портретного какого-то сходства то есть было ощущение что безусловно тут очень много моих черт в первом портрете очень много того что узнаваемо но там очень много присутствовало и каких-то других образов до отсылок каким-то может быть персонажем может быть каким-то я не знаю другим техникам и вот тогда возникло вот это ощущение хамли вот это немножечко жуткая фрейдовская история связанная с тем что ты смотришь на кого-то или на что-то в этом мире что очень похожее на человеческое на домашнее вот на самом деле им не является так и переводится не домашняя да и это вот сейчас уже не к твоей работе да абсолютно просто чтобы объяснить наверное какое-то такую чтобы как-то вербализировать то ощущение которое возникло а она наверное связано больше с похожестью и в то же время не узнаванием то есть привнещением чего-то из другого мира да то есть вот если опять же вернуться к фрейдовскому господи простите мой немецкий пожалуйста то развивая вот это вот его термин сейчас например через жуткое описывают эффект зловещей долины да то есть когда создается копия человека ну например компьютерная да то есть какие-то вот роботы очень очень похожие там и внешне повторяющие и голосово но глядя на него ужас создается именно от того что ты понимаешь насколько это человеческое похоже на человеческое но им не являющиеся вот это опять же ради бога не подумаешь ты это это просто вот какое-то такое вот ощущение она связана действительно с каким-то изменением которое привносится художником вот я-то все всеми руками обеими руками за то чтобы была какая-то было какое-то иное восприятие модели я какую модель скажу да 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 вот то есть какая-то рефлексия какая-то рецепция и создание чего-то другого да то есть то что я вначале говорила что произведение не равно самому себе да но не равно изначально там внешним каким-то или может быть даже внутренним ощущением от того кого рисует оно не равно исполнительскому мастерству прости перевожу все опять же на какой-то слой язык художника вот но в то же время она является чем-то еще это я дала тебе возможность пописать сижу сидела и болтала надо было немножко тогда чуть-чуть развернуть и направить чуть-чуть вот да вот сюда да ага хорошо нормально так вполне просто я могу быстренько быстренько постараюсь в этом ракурсе закончить не торопись у нас целый час можешь в этом ракурсе рисовать сколько угодно а в наушниках мне оставаться или снять они принципиально я без наушников нарисовала как удобнее но я могу вообще в принципе убрать такая будет более какая-то живая беседа я правда в наушниках чувствую себя вот в этой рамке уже записи без них больше в рамке беседы с тобой если комфортно конечно да да я их снимаю раз ты все равно пишешь меня без наушников но это мне прям нравится можно я у тебя и выпрошу или он тебе нужен нет как скажешь как скажешь да я уже показывала мне подают какие-то сигналы я не понимаю скажи голосом все нормально что надо сделать так что происходит сейчас дубль 2 да я сейчас то есть там был вариант абсолютно чб то есть без введения каких-то серых оттенков полностью только черное белое сейчас я ввожу еще и то есть это было в начале было только тушь я правильно понимаю а сейчас тоже тушь просто в некоторых местах я ее разбавляю а то есть это не акварельная краска серая добавляется а просто тушь делается я же не знаю я же этот целком в живописи поэтому интересно спрашиваю спрашиваю все таки вот эти вот моменты так ладно расскажи немножечко про себя если удобно говорить про свой долгий 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 путь к к тому что ты стала художницей ты как-то мне сказал что была художником всегда это как ну можно сказать вынуждена была потому что я долго не ходила ногами когда дети все бегали я сидела и мне мама подсовывала все этические листы бумаги краски все что рисуют и я рисовала и мне кажется что мама просто вообще меня спасла от всего мне это очень я реально прям поняла что это то что мне нужно в том в чем я себя чувствую комфортно даже можно так сказать защищенно то есть я какие-то публичности на какие-то коммуникации с людьми вот такой немножко для меня чуждый мир мне очень комфортно тихонечко с мой собой день быть уголочки чтобы никто не трогал вот поэтому я думаю что у меня это профессия нужное русло попала ну это как у меня с книжечками я тоже вот идеальное состояние с любимой книжечкой на подоконничке за крышей шторчкой каково взять да да но все равно все таки какая-то твоя работа нас последствия связана с публичностью с коммуникацией да потом это конечно по-другому уже немножко стало вышло на другой уровень но да то есть и преподавать приходится это общаться с людьми все такое я долго этому сопротивлялась но когда все случилось это даже такая отдача пошла морально то мне ну все таки позрослела немножко стало чуть проще наверное а все таки почему ты же наверняка училась обычной художественной школе да где учат и масляной живописи и чему только не учат и каким-то из основ скульптур я не знаю но предполагаю что там там всему учат да но в процессе у тебя вот все таки а то есть насколько я поняла да когда вы приходили к нам на интервью именно в качестве членов союза аквалеристов это какой-то выбор это какое-то направление которое стало твоим и это табуируются какие-то другие направления живописи для тебя там ты не пишешь маслом или еще или просто они становятся чуть менее интересными чуть менее важными для тебя или ты и то и другое всем чем угодно можешь по настроению заниматься на самом деле могу но чтобы не разбрасываться я себя так контролирую вот на самом деле маслом я не писала уже семь лет ого вот хотя так для меня был основной материал вот если честно то я от масла ушла тоже как бы по состоянию здоровья у меня аллергические реакции видимо на запахе так как человек очень чувствительный не только к эмоциональному восприятию но и казалось что на физиологическом уровне вот я только поэтому отказалась от масла я еще очень страдала и чем же я буду заниматься но оказалось что акварели так много возможностей и это просто бесконечный процесс ее познания экспериментов с ней вот то есть я ничуть не пожалела что я ушла в графику мне это очень нравится я теперь как бы даже не теряю надежды что возможно и к маслу вернусь это уже наверное будет какой-то другой подход но все равно ты как-то через запятую сказала акварель графика для меня это разные вещи или это все таки вообще акварель относится графике серьезно да вообще все что рисуется на бумажке официально считается графикой все что рисуется на бумаге эта графика да ну это такое как бы всеобщее музейное по музейной терминологии вот но на самом деле как мы знаем что акварель может быть абсолютно живописным материалом также пастель может быть абсолютно живописным решением поэтому такой вопрос спорный вот и ну и помимо акварели я люблю пастель иногда я пишу акрилом вот правильно сказала по нас ну как бы по настроению то есть например что-то мне хочется написать я еще сначала подумаю как я это вижу в каком материале часто бывает что я одно и то же что-то делаю в нескольких вариантах например акварель акварель тушь и пастель или в общем какой-то смешанной технике ну в общем так мне интереснее так я тебя заслушалась и отвернулась меня вот так вот да как я думаю что я сейчас остановлюсь с этим вариантом что-то еще другое да я боюсь показывать потому что руки тебе расстроены ты меня никогда не расстроишь ну правда вот ну правда то что я тогда вот эти какие-то свои рефлексии говорил это же не потому что ты сделала что-то не так что какие-то у меня были представления ожидания нет это просто меня какие-то другие языки описания того что происходит да и они могут быть опять же но это вот как как ты рисуешь человека да ты же все равно через какие-то свои представления о мире жизни о себе это же все равно отражается так или иначе точно так же и мое ощущение от портрета но связано с миллионом каких-то аллюзий к художественным к литературным или каким-то другим вещам и это не оценочное суждение наоборот какая-то знаешь такая радость того что ну в данном случае портрет да то есть произведение искусства она способна какие-то разные мысли вот разные ассоциации у тебя в голове родить вот и это не обязательно ну хотя и догадываюсь наверное что результат работы художнику наверное наверное хочется услышать там что-то доброе и хорошее да но мне кажется настолько для меня да настолько же равноценным могут быть любые какие-то ощущения любые какие-то переживания любые эмоции вот меня же ничего такого резко негативного нет а то есть для меня какая-то наверное степень прекрасного да то есть если переводить в оценочную категорию это как раз в том сколько какое количество ассоциации мыслей разного рода каких-то эмоций переживаний может возникнуть вот произведение да вот оценка минус это когда ты ничего не чувствуешь когда ты смотришь на условно объект и и тебя тебя вообще нечего сказать вот это мне кажется тогда оценочная категория что что-то не получилось вот а есть какие-то мысли и чувства рождаются неважно то есть какая у них там окрашенность как можно отнести там в положительные или в отрицательные радостные веселые грустные даже во многом еще зависит от а от того внутреннего состояния в котором ты находишься да то есть если это я я сейчас проработал модели раскрою тебе секреты да то есть равно то настроение в котором ты приходишь оно безусловно отражается и на работе я вот помню первый раз когда пришла если не хочешь не показывай пока не буду можно ладно но на камеру покажем потом ладно можно как захочет я на нее посмотрю другим взглядом хорошо но это же традиционно про ой профиль я обожаю правда я вот как абсолютно самовлюбленный человек хотя не избежавшая подруга которая я помню сала огромный огромный текст обо мне ну такой художественный даже я бы сказала вот поэтически где перечисляла там массу моих достоинств и в том числе писала что у меня нет ни грамма самовлюбленности я такая да ладно да ладно вот тут ты ни разу не угадала потому что мне действительно нравится очень свой мой профиль не знаю почему я не люблю анфас во мной на многих фотографиях я себе не нравлюсь потому что мне такая какая-то смешная расплывающая расплывающаяся лицо но мне кажется широким а вот а профиль мне очень нравится не знаю мне даже наверно детство говорили что у меня нос клеопатры или кого-то там то у нас там из древних был с каким-то очень важным носом который потом стал символом чего-то не помню заметь как я усиленно стараюсь болтать на чтобы дать тебе возможность поработать вот еще если про ощущения вот такие вот я помню что когда вот опять же первый портрет и делала у меня было какое-то знаешь такое такое но не то что не знаю даже настроение или это или что то есть какой-то такой эмоциональный как будто бы всплеск потому что ну никогда же раньше там не писали портреты вот именно специально то есть какие-то друзья художники да там делали наброски кто-то там мой образ вносил в какие-то свои пейзажи ну какие-то значит такие вещи а так вот чтобы специально сидеть там два с половиной часа и целенаправленно писать портрет такого не было вот тут же сразу же какие-то такие были масса эмоций и любопытство и опять же тщеславие чего-то и чего только не было в голове и вот было ощущение это вода немножечко жутковатое связано доппельгангером ты спрашивала что это такое но это такая тоже опять же вшитая в нас с литературной каким-то другими культурными традициями это ощущение двойника да то есть сама какая-то наверное древняя история наверняка она всякими антропологами и фольклористами описаны я специально не изучала этот вопрос но вот именно термин доппельгангер он больше связан как раз с традициями литературы эпохи романтизма такой двойник да который вот опять же вот в этой литературной традиции является своего рода темной стороной человека да то есть в некой социально одобряемой реальности он один ну условно там мягкий пушистый положительный и подавляемые какие-то иные черты спрятаны они проявляются вот как раз в этом двойнике и это понятно и портрет риана грея и все там вот эти вот похожие литературные произведения и фильмы там тот же бойцовский клуб это все вот рассуждение на тему вот этого двойничества и мне это опять же было интересно вот это сидеть и думать про то что ну вот есть я да то есть какая-то моя внешняя там физическая проявленность а есть момент того что ты сейчас как-то ее переносишь вообще ну в другое измерение в другое пространство то есть переносишь какое-то ощущение да от внешнего моего облика да на какой-то в то же время материальный объект на бумагу да но происходит что-то а какая-то часть меня попадает куда-то совсем в другой мир потом например эта картина да потом она попадает на выставку и попадает совсем какой-то иные отличные от мира повседневности какие-то измерения прямо ужасно интересно вот это не был вопрос это я опять же даю тебе возможность порисовать но если есть как-то отозваться откликнуться на то что я говорила есть какие-то мысли можешь прокомментировать я буду смотреть за окном я не могу на тебя смотреть ты меня развернула профиль думала про что-то про такое нет то что когда по поводу того что например на выставку там сразу написать рисовать портрет нет тут вообще как бы об этом не думается тоже потом если совпадет вот вообще что потеряла мысль о вспомнила что хотела тебя спросить про бумагу то есть ты говоришь то что на бумаге написано это акварель а вообще в принципе выбор того то есть это же тоже бумага или то на чем ты пишешь она же тоже обладает определенной агентностью и итоговому портрету да будет создавать привносить какой-то свой характер да то есть ты в прошлый раз а вот последний не последние завершил как это сказать в общем тот который на прошлой неделе тот который был на прошлой неделе а ты писала на крафтовой бумаге то есть все равно вы выбираете какие-то разные разные опять же ну я так грубо говорю не как художник поверхности да которые имеют ну придают какой-то свой характер безусловно и портрету и образу и всему даже не просто так выбирается бумага для для рис для для рисования то в том числе ну да она уже является каким-то основой задает тонна для техники и для цветового решения не всегда белый лист то есть как есть такое да боязнь чистого листа вот но обычно это как раз белый лист если он не белый даже не так страшно серьезно ну да поэтому даже художники делают какую-то цветовую подложку но не поэтому но и поэтому тоже грунтуют каким-то тоном оттенком чтобы не был белый вот этот чтобы не было страшно да получается да это на самом деле не только у любителей или начинающих художников все равно какое-то волнение перед этим да есть такое интересно мне можно поворачиваться периодически да я еще просто хотела спросить буквально недавно читала у него художника опять же связывая с твоей экологической тематикой он делает холсты для своих работ из переработанных чеков то есть он собирает вот эти вот кассовые чеки которых огромное количество непонятно зачем плодится во всех магазинах а каким-то какой-то специальной техникой их обрабатывает и по-моему даже это называется литье бумаги какая-то такая вот история вот и поскольку он перерабатывает их не один раз то есть вот тоже там сделал какой-то набросок например потом нужно утилизовать естественно не выбрасывает а делает несколько раз и в конечном итоге вот этот итоговый холст ну вот условно бумага которая получается после нескольких переработок она становится очень фактурной она становится уже ну не гладкая неровная просто какой-то такой объемный и это тоже уже своего рода такое высказывание экологически политически художественное совместное да то есть когда уже на ней потом художник что-то рисует может быть не рисует я не знаю что он там делает что-то рисует раз это бумага если это график ну что-то да наносит что-то там да то уже сам рельеф уже тоже задает да конечно она тоже работает на самом деле для меня это уже пройденный этап я несколько лет назад уже занималась литьем бумаги именно из класса лукчеков серьезно? ничего себе я спроводила это придумала девушка из Екатеринбурга мы об одном и том же художнике говорим да вот и я как бы увидела вот это ее ну она такая девушка очень активно такой борец за экологию и вот то есть я у нее многие вещи такие подсматривала и по поводу бумаги тоже так как это ее изобретение то есть я делилась этим со всеми но акварелью на этой бумаге работать ну как минимум никакого удовольствия то есть это чисто такой момент ну чтобы добро не пропадало но это очень во первых трудозатратно делать эту бумагу и не очень практично да то есть она как промокашка впитывает цвет и нет возможности возможности вот этого всего всей этой акварельности сколько есть у акварели она сходит на нет поэтому это скорее всего для каких-то ну таких единичных вещей для мастер-классов вообще просто показать вот эту тему да что по идее все можно переработать из чего угодно сделать но это по крайней мере меня навело на мысль я не выбрасываю например хорошую бумагу какие-то неудавшиеся работы я их складываю и думаю что когда-нибудь у меня дойдут руки и я по этой же самой технологии только не из чеков а из хорошей бумаги пусть она изрисованная да я смогу сделать тоже бумагу и уже тогда использовать так как бумага качественная да то есть ее еще не сдать в вторсырье потому что она не целлюлоза то есть там с применением хлопка акварели часто используется бумага из хлопка подожди а целлюлоза это древесная да и как бы макулатура принимает древесную бумагу вот и поэтому вот содержащая хлопок бумага она немножко другое другое значение текстуры структуры и поэтому ее можно вот будет использовать для этого но пока у меня не доходили руки это вот я вспомнил эти тазики с водой чтобы ну там же много нужно а как это делается расскажи если можешь ну одновременно рисовать и рассказывать вот это я отвернусь чтобы тебя взглядом не не привлекать рассказывай как это делается просто ужасно любопытно правда что за тазики замачивается все вся бумага вымачивается ну давайте я буду как бы про чеки да то есть чеки чеки да вот то есть это все вымачивается в воде потом превращается в кашу можно блендером это делать ты серьезно да ну такое ну так скажем сопли что-то такое вот какое-то такое месиво непонятное лишняя бумага ссаживается она и специально готовится ну вот вчера например мы разговаривали на эту тему что делают на пяльцах то есть пяльцы сталяют в этот сетку холст неважно в общем какой-то фактуры ткань которая пропускает воду лишняя вода уходит вот я про пяльцы не догадалась во-первых это было бы интересно круглую бумагу сделать вот я натягивала на подрамнике тоже разные текстуры тряпочки сетки грубые грубой фактуры холсты и получалось ну то есть тем же способом да сливала лишнюю воду распределяла вот эту вот массу как-то называется пульпа что ли вот распределялось это все сушилось это же все занимает место много то есть все нужно разложить высушить тут котики прыгнут еще что-нибудь в общем это не очень удобно все если нет специальных условий вот и тогда все это высыхает и можно использовать это такая технология трудоемкая на самом деле для тех кому нечего делать попробовать можно ну может быть не совсем нечего делать ты знаешь еще такая может быть в определенный момент форма эскапизма когда ты ну в какое-то действие вкладываешь ну опять же больший смысл да ну в данном случае да да связано с экологией и вот эта трудоемкость процесса она становится ну оправдана во многом оправдана да вот ну это как тоже опять же из психоанализа если брать сейчас прости где считается что пока ты ну прям на каких-то там меркантильных совсем примерах пока ты не заплатил за работу психоаналитика за что ты не заплатил какую-то большую финансовую часть то ты меньше ценишь вот здесь как будто бы для какого-то хорошего дела надо потрудиться потратить время потратить силы вот я опять пытаюсь куда-то в рассуждалке уйти дать тебе возможность поговорить ой поговорить порисовать еще не знаю хотела наверное про преподавательскую твою какую-то деятельность спросить ты учишь тому что тебе нравится или есть такой момент что там подготовить нужно на кого-то к ну там поступлению в школу или в училище то есть ты занимаешься для больше для себя или больше ориентируешься на на запрос или это получается совмещать когда у тебя ученики и вообще что что вот эта вот форма ученичества тебе для чего она передача знания передача каких-то какого-то мастерства есть вот этот вот педагогический необходимый элемент в тебе или это просто какая-то вот такая немножечко еще одна форма жизни тут такой сложный вопрос я говорила уже что я этому долго сопротивлялась и никогда бы не подумала что я займусь преподаванием вот потому что ну мне сложный профиль но красивый это слово и поэтому боюсь сделать не то чтобы у меня не получается ну ладно вот и сейчас все как это в детстве а у меня ничего не получилось классно очень хорошо понимаю как пишешь тексты пытаешься найти нужное слово 250 раз все выкидываешь перечеркиваешь поэтому не то чтобы хотелось мы ушли мы от преподавания и я скажу так просто появился спрос да то есть меня многие стали спрашивать а вот да почему не нет не научишь я поняла что мне ну реально есть чем поделиться то есть есть какой-то определенный опыт что не надо жадничать вот какой-то момент показалось что это получается почему бы и нет а вот это вот ну твоя твое мастерство связано с китайской техникой с китайской живописью ты этому тоже можешь научить или я не считаю что я этому могу ну в принципе я что-то знаю да могу какие-то там совсем основы но я считаю что здесь все-таки мастера должны учить я себя к ним не отношу понятно здесь ты сама себя на уровне ученика еще ощущаешь и там есть еще к чему давай сориентируемся по временем есть ли смысл начать в цвете сделать или обойтись набросками ну смотри сейчас пятнадцать тридцать шесть ты говорила что тебе до шестнадцати двадцать пять минут есть да у нас есть двадцать пять минут смотри успеешь да давай тогда тушь уберу пока угу ну расскажи что ты делаешь убираешь тушь убираю тушь и приступаю к акварелии ой мне сейчас случится конфуз мне нужна будет чистая водичка а я это не смогу сейчас я попрошу налить водички попросила внести другую воду там пока все закрыто а ты я так поняла что вот это твое обращение к портретам оно как будто бы как будто ты долго к этому шла да то есть ты сказала что давно хотела попробовать сделать писать портреты но не сразу это же с чем-то связано как как ты да я раньше с удовольствием достаточно много рисовала писала портреты мне это очень нравилось и мне кажется что у меня даже получалось потому что портреты этих давних времен примерно наверное двадцатилетней давности так вот это они до сих пор я считаю что очень хорошие по исполнению и вообще по выразительности и вот поэтому я хотела вернуться уже с новыми знаниями с новым опытом и мне хотелось именно какую-то интересную натуру то есть раньше я писала в принципе просто кто был рядом вот а близких в основном людей угу спасибо сейчас спасибо спасли нас прости пожалуйста что беспокоит спасибо а сейчас вот сейчас мне хочется перейти чтобы эти портреты тоже были каким-то высказыванием а не просто просто фиксации там какого-то конкретного человека например да ну это конечно там может быть громко звучит чисто может быть какое-то графическое да высказывание я не имею ввиду что там должны быть какие-то глубокие смыслы когда говорят что хотел сказать художник да ничего он не хотел вообще он просто рисовал молчал вообще да а почему он должен что-то сказать ничего он не должен вот сейчас наверное спросите что я делаю я конечно спрашиваю я уже смотрю что ты наливаешь водичку в каждую да я смачиваю обычно в последнее время пользуюсь пульверизатором но я его с собой не взяла поэтому по старинке капнула кисточкой в каждую красочку чтобы она ожила то есть ты во все капаешь да потому что не знаешь какой тебе цвет понадобится капает всегда да во все потому что ну в принципе я почти всеми возможно буду пользоваться даже если не всеми то пусть они напитаются водичкой тоже мне как сейчас опять в профиль или как чего скажи как хочется не знаю как удобнее не так удобно полубоком нормально для меня это прям фас фас это фас да я могу вообще развернуться нет если голову чуть повернуть вот в принципе да можно так удобно можно более расслабленную позу принять тогда я сниму ботинки и заберусь ногами на кресло вот тогда это для меня нормальная расслабленная поза расслабленное состояние я очень не люблю сидеть вот так вот с ногами на полу вот я не могу так долго выдержать мне это прямо мучительно и выдержать например спектакль из двух действий в театре пусть даже какой-то хороший спектакль это прям каторга и пытка несмотря на то что может быть антракт вот мне все время хочется поджать ноги под себя так уютно устроиться ну тогда это можно сделать наверное разрешаешь я да потому что мне главное чтобы тебе было комфортно от вас будет это отражаться на выражении лица наверное нет не знаю может быть я же не вижу себя я же ну только чего-то там чувствую думаю как это отражается вернее не смотришь все время на себя в зеркало потом только вот когда второй портрет ты сделала я увидела результат такая та ну вот это абсолютно то состояние в котором я тогда находилась то настроение пришли друзья художники на следующий день так меня прямо захвалили мне было очень приятно так и чего ты там делаешь с красками ты как-то смешиваешь да я сейчас пишу как я называю это по полусухому о я помню ты нам рассказывала по сырому по сухому да а вот я то есть частично бумажку смочила не полностью лист а так вот провела хаотично кисточкой побольше вот и не хочу делать что-то такое прямо портретное портретное немножко там запущу краску чтобы она там сама что-нибудь поделала агентность краски класс мне нравится потому что иногда вот чем акварель интересно да что она там сама своей жизнью живет и иногда за тебя работает и делает это периодически намного лучше чем если бы я ее пыталась контролировать то есть она как-то течет да расплывается там по бумаге в разные стороны так расходится многие очень боятся акварели именно поэтому что она такая непредсказуемая и вот куда ее понесет не знаешь не получается то что хочешь ну может быть да не получится то что хочешь но получится что-то другое это же такой эксперимент мне кажется это интересно да конечно интересно насколько сильно это отличается от того что ты вначале говорила вот техники связанные с китайской живописью вот с графикой да где нужна точная линия и нужно с первого раза попасть ну здесь кстати примерно то же самое только акварель она то есть тут еще как бы пятно используется все такое да цвет вот то есть почему акварель близка стала что вот это вот как хождение по минному полю немножко что не знаешь что будет я такой любитель непредсказуемости то есть здесь получается ты подстраиваешься под вот те возникающие пятна да и из них уже потом что-то досоздаешь или ты специально их ну опять же может я опять же неправильно все это понимаю ну как будто бы вот создаешь вот это вот возможность для растекания возможность для вот этого какого-то расползания ну вот у акварели реально есть куча вариантов вообще существования то есть она может быть абсолютно контролируемой то есть мы рисуем аккуратненько там все высисюкиваем это все возможно вот но мне нравится именно вот этот вот экстрим в ней что знаете поведет что она сама порой диктует что нужно делать какая стихия то есть кому-то адреналин ну чтобы адреналин появился в жизни да там спрыгнуть с тарзанки мне в принципе акварель устраивает класс да куда более такое приятный приятное время препровождение а вы не знаете как люди психуют вообще по поводу когда у них там не получается или что куда-нибудь потекло это вообще да мне кажется лучше с тарзанки в такой ситуации побытное да сопоставление еще скажи пожалуйста вот опять же возвращаясь к твоему желанию нежеланию писать портрет именно все таки в чем разница отношения может быть каких-то вот человеческих таких переживаний связанных именно с написанием портрет но все равно когда ты пишешь человек это не то же самое чем рисовать писать дом там какой-то архитектурный объект материальный объект натюрморт хотя я понимаю что они тоже честно то же самое серьезно да ладно так-то без разницы типа мне очень нравится когда говорят любители или начинающие художники так скажем что ой а я не умею там рисовать ну условно грушу какая разница рисовать грушу там автомобиль птицу или что-то в принципе как бы зная основу ты можешь рисовать все что угодно это вообще не имеет значения вот поэтому не совсем соглашусь мне интересно правда я не знала об этом я же опять же даже не любитель даже не пробовала брать кисти в руки познакомилась познакомилась с художником он портретист притом такой очень фотографичный прямо вот прямо вот до последнего блика в зрачке все все прорисовано а мы при нем писали натюрморт он такой я натюрморт не пишу вот таки ну думаю может мне интересно или что-то конечно если портрет но так я не умею ну да как так ну во всем вот так всего себе написать портрет груши не получится значит у меня есть портрет граната покажешь потому что ему там столько внимания уделено потому что по-другому его назвать как-то было сложно не случайно имя переводится как цветок граната между прочим или цвет граната ну по-разному в разных языках есть разные так или иначе это связано с цветком граната где-то огненный цветок есть где-то какие-то другие нюансы все заканчиваем нет просто Аня несет нам еще одну кружку это попить или это а это помыть спасибо большое ты вполне можешь прийти и присоединиться не прятаться там ну вот это Аня дорогая наша редактор я могу тебя пригласить к участию и к обсуждению а чего ты правда прячешься там она увидела что получается и не захотела и ужаснулась я добралась до зеленого цвета мне прямо вот да хотелось очень сегодня зеленого но это опять же череда каких-то совпадений и случайностей мама ну у меня мама это просто мировая мама она вчера собиралась на какой-то концерт очередной и достала свою сокровищницу со всякими украшениями у нее там куча каких-то янтарных буск серег из разных камней я ничего в этом не понимаю я раньше всегда ну как раньше намного раньше там в юности относилась к этому собранию каких-то там украшений взрослых тетенек и все такое оно какое-то было непривлекательное для меня вот то ли я старше становлюсь то ли у меня как-то взгляд изменился я вчера просто пригляделась к всем ее камням стала спрашивать что это и они поскольку куплены уже довольно давно уже какой-то там есть налет времени эпохи и я стала там ковыряться в ее украшениях нашла вот такой наборчик как только нефритовое кольцо и серьги такие уже смешные с бантиками такая так все я буду завтра в зеленом я хочу я хочу этот оттенок вот получила зеленое впечатлеть а работе потом нужно долго сохнуть я договорил тем и хороша что она достаточно быстро высыхает классно мне нравится этот звук слушать по бумаге слушание кисти да давай дадим нашим будущим зрителям возможность просто понаблюдать за процессом хватит уже болтать иногда да кажется что замолчали и сразу же из реальности какие-то звуки слышишь стали проникать звук сирены за окном ну вообще писать работаю заниматься рисованием это тихое занятие молчаливое наверное да но я обычно работаю с музыкой я вообще без музыки не могу жить чего же ты сразу не сказала мы сейчас какой-нибудь саундтрек тут запустили а как ты подбираешь для каждой работы какая-то специальная музыка или состояния на данный момент иногда наоборот так же как акварель даю самому там алгоритмом подобрать да сейчас это очень такая штука прикольная мне это очень интересно даже радует периодически да я понимаю у меня ребенок тоже так делает мне я нет я люблю контролировать то есть для меня звуковая среда ну вообще аудиальная среда это дико какая-то чувствительная вещь и если попадает в это пространство аудиальное что-то что мне не нравится я страшно возмущаюсь мне надо контролировать поэтому у меня если плейлист составлен в каком-то таком определенном порядке и выбраны те композиции которые мне нужны значит так и должно быть вот если вдруг там какая-нибудь реклама я страшно злюсь не у меня нет рекламы потому что реклама меня очень да тоже выбивает вот вот Тебе осталось пять минут. Только сейчас, наверное, задумалась, а вообще для художника важен фактор времени? Ну вот, скажем, для композитора это одна из основных категорий, временная категория. Для художника оно имеет какое-то значение? Времени в каком смысле? А в каком-нибудь вообще? В каком-то хоть имеет? Думаю, да. То есть какие-то временные, что пишешь, соответственно рисуешь, да? Угу. Вот. Так, ладно, значит, ускоряемся. Сейчас мы будем хулиганить по поводу экрана. Отлично. Мне уже очень интересно, мне уже очень любопытно. Надо было тейком зеркало какое-нибудь поставить, себя за спиной и подсматривать. Ну ладно, я потом посмотрю. Главное, чтобы зрители ни в коем случае не восприняли, что это вот что-то, что как надо делать. Нет, так вообще не надо делать. Мы уже сразу сказали. Можно сказать, мы балуемся тут. Если, дорогие, уважаемые друзья, вы хотите узнать как надо, то, пожалуйста, на мастер-класс записывайтесь. Да, в какие-то школы, на уроки, на занятия. У нас тут перфо-лекция, перфо-интервью. Не знаю, что такое спонтанное. Божественная спонтанность, как сказала бы моя подруга Ирина Брежнева. Вот. Так я люблю сидеть. Ничего, что я сдвинулась? Нормально? Вообще нет. Хорошо. Да, ты знаешь, сейчас так сел, задумалась. Мне кажется, это самое органичное для процесса состояние. Все-таки болтать бесконечно. Интересно? Ну, вот так вот лучше. Когда в следующий раз приду к тебе в студию писаться, будем молча сидеть. Хорошо? В тишине. А, тебе музыка же начинает. Не обязательно. Интересно? Нет, мне уже интересно даже стало, какую музыку ты слушаешь во время написания. Вот. Включишь что-нибудь? Хорошо? Да. Я говорю, что я здесь тоже доверяю. Случайности поэтому. А, ребята там с любопытством заглядывают. Поглядывают. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь ритм такой выстраивается, повторяющийся какие-то паттерны. Сидишь и воображаешь, что же там происходит. Хорошее состояние. Такое приятное. Я думала, что карели очень удобно писать вертикально. Обычно же горизонтально, чтобы текучесть хотя бы как-то контролируемая была. А сейчас разве не вертикально? Под наклоном? Сейчас как раз вертикально, и она мне не контролируется вообще. Поэтому тут такое всё очень не сильно предсказуемое. Ну и классно. Мне нравится, что у меня будет портрет, созданный в честью тобой, в честью красками, в честью водой, в честью этой студии. Вот этими освещением. Прикольно, что у меня всё время нижняя челюсть съезжает вниз. А, это потому что я верчусь? Нет, потому что стекает краска вниз вместе с ней, вместе с челюстью. Челюсть поехала. Неожиданно. Интересно. Лицо будет удлиняться, удлиняться, удлиняться со временем. Вот сама жаловала, что у меня лицо широкое, теперь будет очень длинное. А что бывает такое, что кто-то прям бывает недоволен портретом? Ну, в смысле, если это на заказ какая-то работа. Бывает, случается такое? Вообще на заказ часто бывает такое, ой, а я себе не так представлял. Это логично вообще-то. Я же не могу в вашу голову залезть и сделать так, как вы там себе видите. Поэтому надо на доверие. Так, 16.01. Закругляться пора. Хорошо? Пусть будет так. Ну что, всё? Всё? Я посмотрю? Можно? Да. Это можно посмотреть? Класс. Раз уж это есть, тогда можно посмотреть. Вау, здорово. Ой, я на распинай камере встала. Слушай, мне очень нравится. Давай как-нибудь повернём к камере. Я не знаю, там видно. Нет, поднести, может просто поближе. Давай, какие можно показать поближе. Где-то тот там. А это можно сделать? Да, сейчас. Можешь я сама просто поднести? Сейчас Ирина покажет поближе. А можем ещё, знаешь, сделать потом. сфотографировать, да, да, и просто выложить фотографии в дополнение к материалу. Видно или нет? Надеюсь, да. Наш оператор... Опять челюстью убежит. Давай мы сфотографируем. И все три потом выложим. Так вот на сайт это будет у нас такая небольшая ещё дополнение. Ну что, будем прощаться. Ирине, к сожалению, пора убегать на занятия как раз. Спасибо огромное. Это было приятно, удивительно, странно и интересно. Надеюсь, я не себя расстроила и разочарывала. Почему? Почему ты всё время так говоришь? Нет, конечно. Так всегда кажется. Нет, просто в отношении меня забудь об этом. Это правда безумно увлекательно и сразу порождает какое-то другое измерение существования. Спасибо большое. Здорово. До свидания. Пока-пока. АПЛОДИСМЕНТЫ